Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа прямой эфир, и сегодня у нас в студии Константин Беженаль, заместитель начальника управления наркоконтроля, управления МВД России по Тверской области. Константин Александрович, здравствуйте, я рада вас приветствовать. Тема нашей программы – акция профилактическая «Сообщи, где торгуют смертью». Давайте расскажем об этом нашим телезрителям. С 12 ноября стартовал у нас очередной этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Будет длиться он 10 дней до 23 ноября. Это второй этап уже в этом году проведения акции. Первый, напомню, был в марте этого года. Определенные результаты за период акции были достигнуты. Повторяем в этом году. В чем особенность этой акции? В первую очередь, акция направлена на активизацию населения по информированию правоохранительных органов, информации, которая стала известна. Зачастую люди что-то видят, что-то знают, но либо стесняются, либо побаиваются об этом сообщить. Как раз на это направлено, чтобы люди знали, куда обращаться, как обращаться, и не переживали по этому поводу. А куда можно звонить? Телефон полиции, я думаю, знают все. Это 02. Если это с мобильных телефонов звонить, через службу экстренной связи, можно 112 с переводом на органу внутренних дел, либо 102. Либо есть телефон дежурной части областного УВД, это 52-26-00. И УВД по городу, 42-23-10, также можно звонить, будут приниматься сообщения. Константин Александрович, какого характера поступают звонки, обращения, жалобы? Ну, звонки, скажем так, для нас они стандартные, да, то есть люди замечают, если это где-то на улице, то подозрительных молодых людей, которые копаются, ковыряются в различных там клумбах, у подъездах, козырьках, скажем так, все, наверное, уже понимают, что данные действия в большинстве своем связаны все-таки с незаконным оборотом наркотиков. Либо это лица закладывают, либо это наркоманы собирают наркотические средства, заложенные уже для сбыта. Также обращения представляют тоже оперативный интерес по притоносодержательству. Зачастую соседи не обращают внимания, пока не напомнят, да, чем занимаются в их соседних квартирах жильцы, да, то есть это и посторонние запахи, посторонние лица, какие-то предметы, несвойственные для подъездов, да, то есть это свертки, это, ну, само собой, разумеюще, шприцы, иголки, ну и какой-то мусор, который, в принципе, не должен быть, наверное, в подъезде. Что нужно сделать? Вам позвоните, и какова будет реакция? Естественно, необходимо обращаться, сообщать об этих случаях. Все сообщения, все рассматриваются, все изучаются, принимаются меры. Напомню, телефон, либо 0-2, либо областной телефон, это 52-26-00, а городской 43-23-10, это городское управление УВД по городу. Будет, естественно, выезд на место, будет разбираться с этой ситуацией, при необходимости, то есть лица при подтверждении будут привлекаться к ответственности. Константин Александрович, сегодня самая уязвимая категория – это молодежь. Давайте расскажем нашим телезрителям, какие сейчас способы используют для того, чтобы привлечь молодое поколение либо к распространению, либо к употреблению наркотиков. Действительно, к сожалению, самые незащищенные слои населения у нас – это молодежь. Молодежь у нас вовлекается легкими, большими деньгами. Вербовки происходят в основном сейчас при помощи сети интернет. Это в первую очередь социальные сети, реже через знакомых. Зачастую люди, которые втягиваются в незаконный оборот наркотиков, не имеют сами какого-то криминальной наклонности, идут в поисках легких денег. К сожалению, не понимают, насколько серьезная ответственность за данные преступления у нас предусмотрена законным. А какая ответственность предусмотрена? В настоящее время судами ужесточены сроки наказания. Все чаще приговоры обвинительные бывают со сроком 10-15 лет. И лица, которые привлекаются по таким статьям, получают срок даже тяжелее, чем за убийство. И, естественно, для всех это становится, и родственников самих лиц, неожиданно, очень страшно. Люди зачастую плачут, когда узнают, за какое преступление их совершили, что им грозит. Давайте расскажем нашим телезрителям, какие на сегодняшний день в основном распространены наркотики в Тверской области. В первую очередь, если так можно выразиться, классические наркотики. Да, это героин, амфетамин, марихуана. Вытесняют в последнее время их синтетические аналоги. Сейчас очень много появилось синтетической химии, которая, в принципе, заполоняет наши улицы, заполоняет наше население. Используются как и употребляют, как и порошки различные, так и в виде курительных смесей делают химические аналоги. Константин Александрович, с какими вы сотрудничаете в период акции ведомствами? Работа наша построена, не считая оперативной работы, да, все-таки профилактической работой тоже занимаемся. В тесном взаимодействии осуществляем деятельность с органами образования, здравоохранения. Потому что основная цель и не допустить у нас нового влечения, то есть и в употреблении, и в незаконный оборот, и в том числе и сбыт наркотиков. И мы, опять же, вернемся к тому, что это вовлекается молодежь. И, к сожалению, одними силами родителей дома с этим не справятся. Поэтому необходимо продолжать работу и в учебных заведениях. Насколько эффективна эта работа совместная? Ну, по эффективности результаты ее в каких-то конкретных цифрах мы не сможем оценить, да. Но работа проводится регулярно, это не только в период проведения акции, да. То есть она должна проводиться и в период всего учебного года. А в летний период мы осуществляем выезды и в места отдыха в детские лагеря. Беседуем с людьми, доводим. Видно, что люди понимают, осознают. То есть, действительно, когда на словах и в лицо объясняешь и последствия, да, и... И приводишь конкретные примеры, мне кажется. И приводишь, конечно, конкретные примеры, то, наверное, доходчивости больше получается. Константин Александрович, время нашей программы подходит к концу. И у вас есть уникальная возможность обратиться ко всем нашим телезрителям. Я бы хотел еще раз попросить наших граждан в случае получения какой-либо информации, на взгляд, имеющейся отношение к незаконному обороту наркотиков, не стесняться, не бояться звонить. Все обращения рассматриваются, в том числе анонимные. Поэтому, если никто не хочет сообщать своих данных, бояться ничего не надо, сообщайте. Каждое обращение будет рассматриваться. По каждому обращению будет приниматься решение. И, ну, зачастую граждане огорчаются, да, что не видят незамедлительно, там, не приезжают, там, на вертолетах, самолетах тут же всех задерживать. К сожалению, система доказывания подразумевает и оперативную работу, поэтому она, может быть, не всегда видна, но это не значит, что сообщения остаются без внимания и не рассматриваются. Вот это очень важные слова, которые вы сказали, пришли к нам в студию. Спасибо, я вас благодарю. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!